О возгорании пожарным сообщил охранник офисного центра. Очевидно, что пламя он заметил далеко не сразу. Буквально за 20 минут огонь разгорелся с такой силой, что на верхнем этаже начали рушиться деревянные перекрытия. Впрочем, основной заботой пожарных стала борьба с огнем на крыше соседнего здания. Как видно за моей спиной, заброшенное здание горит по всей площади четвертого этажа. Разумеется, основная проблема в том, что горящее строение вплотную примыкает к зданию делового центра. От сильного пламени уже успело загореться и крыша бывшего ДК Маяковского. Сейчас пожарные делают все, чтобы не дать огню охватить всю постройку. На место прибыли сразу 9 пожарных машин. Пока одна бригада спасателей боролась с огнем в заброшенном здании, другая уже работала на чердаке офисного центра. Примечательно, что гореть начали именно верхние этажи заброшенного здания. По рассказу очевидцев, там нередко видели бездомных. Однако неоднократное обращение сотрудников офисного центра в полицию, проблему это так и не решили. На втором этаже жили эти бомжи. Вот они, видать, сделали костер там. И от них пошло. Они сами тут убежали, видать. Я тебе сказал быть на чердаке. Подними. Вы же тут того окна имеете врага. Ликвидировать. По предварительным данным, площадь горения только в заброшенном здании составила более 400 квадратных метров. Ущерб, нанесенный офисному центру, сейчас уточняется. Искандарт Лубаев, Александр Царегородцев, Эфир 24.